всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно сшить топ и юбку из трикотажа юбочку буду кроить по своим меркам для этого нам необходимо снять несколько мерок это окружность талии окружность бедер высоту бедра окружность стали и окружность бедер делим на 4 чтобы получить одну четвертую чертим вертикальную линию ширину юбочки буду делать точно по своим меркам то есть я не буду делать никакие прибавки на свободу не буду делать минусовые прибавки то есть не буду убирать несколько сантиметров чтобы юбка сидела плотнее я хочу чтоб юбочка было ровно по фигуре то есть она не была сильно широкой и не обтягивала на этой линии ставим точку это у нас будет линия талии и от этой точки вправо под прямым углом откладываем одну четвертую окружность и талии определяемся с длиной изделия от линии талии откладываем длину изделия у меня это 45 сантиметров далее от линии талии вниз откладываем высоту бедра в моем случае это мерка 23 сантиметра высоту бедра измеряем от линии талии до линии бедер по внешней стороне бедра и рисуем для себя линию бедер по этой линии откладываем одну четвертую окружности бедер в моем случае это 23,25 сантиметра чертим по вертикали еще одну линию это будет линия бокового шва далее рисуем линию из изделия и нам нужно достроить боковой шов соединяем точку по линии талии с точкой которая у нас отмечена по линии бедер соединяем ее не прямой линии а немножечко плавной закругленной линией к низу юбочку тоже немножко заводим со стороны бокового шва я убираю 4 сантиметра и провожу новую линию бокового шва таким образом мы построили половину деталей передней части или задней части то есть у нас будет две детали со сгибом юбочка из трикотажа поэтому вытачки можно не делать то есть и без вытачек юбочка сидит хорошо но есть у вас большая разница между окружностью талии и окружности бедер то конечно можно сделать вытачки по желанию по центру нашей детали от верхнего среза вниз откладываем 1 сантиметр и эту точку соединяем плавной линией с верхом бокового шва такие изменения делом и на передней части и на задней так юбочка будет сидеть лучше я решила сделать юбочку с карманами с отрезным бочком на свои детали со стороны бокового шва намечаю линию место входа в карман смотрю чтобы у меня проходила ладонь вот эту детальку которая у нас получилось сбоку отрезаем и нам необходимо построить еще две детали это бачок кармана и подкладку кармана подкладку кармана строим перенося линию места входа в карман глубину и ширину кармана выбираем самостоятельно чтобы нас туда помещалась допустим ладонь или телефон смотря что вы планируете в карманах носить и строим бачок кармана бачок кармана повторяет деталь подкладки кармана плюс вот эту небольшую детальку которую мы отрезали от юбочки и таких деталей у нас будет по две штуки не забываем что краем их в зеркальном отображении так как карман у нас разный один правый один левый почему-то некоторые об этом забывают особенно новички и краят одинаковые а потом не могут собрать детали прикрою добавляем припуски на швы по пол сантиметра по низу припуск 2 сантиметра для подгибки для пошива топа я выбрала выкройку свитшоты с втачным рукавом я сделала необходимую длину топа длина моего топа 45 сантиметров от высшей точки плеча также сделала коротким рукав горловину я углубила на 1 сантиметр и горловину я обработаю бейкой из рябаны низ на топе и не из рукавов просто подогну и отстрочу на спешивальной машине но теперь я хочу показать как можно шить такую юбочку такие карманы с трезвым бачком я показывала как шить много раз но в этот раз я решила добавить контрастную бельку у меня рябановая бейка ширина 5 сантиметров белого цвета я ее немножечко в натяг прикалываю к месту входа в карман лишнюю бейку отрезаю беру подкладку кармана и прикладываю ее к месту входа в карман и также прикалываю булавками таким образом чтобы бейка оказалась между двумя слоями трикотажа стачиваю этот срез на оверлоке я буду шить свой костюм иглами для трикотажа номер 80 4 ниточным оверлочным швом подкладку карманы отгибаем и утюжим этот шов то же самое делаем со вторым карманом и вот что у меня получилось теперь к нашей подкладке нужно пришить бачок кармана лишнюю бейку подрезаем чтобы у нас получилась ровная линия бокового шва берем бачок кармана складываем его лицом к лицу на подкладку кармана и совмещаем вот этот закругленный срез скалываем его булавками стачиваем этот срез на оверлоке закрепляем карман к юбке булавками складываем лицом к лицу переднюю и заднюю часть юбки и совмещаем боковые срезы скалываем боковые срезы булавками закрепляем карман к лицу переднюю часть юбки и сверху оборачиваем его лицом к лицу отрезаем карман к лицу переднюю часть юбки и посадку подрезаем карман к лицу к лицу стачиваем боковые срезы на оверлоке пояс буду делать изрибаны с лайкрой в пояс в ложу резинку шириной 2 сантиметра ширина полоски для пояса изрибаны это две ширины резинки плюс полтора сантиметра а длина пояса изрибаны равна длине резинки а длину резинки я измеряла по себе чтобы было не туго и не слабо и пояс и резинку я стачиваю в кольцо затем складываю пояс изрибаны пополам изнанкой вовнутрь и складывают до резинку скалываю по краю булавками пояс я делю на 4 равные части также я делю на 4 равные части вверх на юбочке шов на поясе я прикладываю к одному боковому шву прикалываю пояс булавками совмещая все метки на поясе и на юбке притачиваю пояс на оверлоке так как пояс у нас короче чем вверх юбки то пояс необходимо равномерно растягивать и распределять по всему верху юбки стараемся чтобы шов в резинку в саму не попадал в местах утолщение где у нас достаточно большое количество слоев трикотажа проходим на низкой скорости хвостик от конца оверлочной строчки прячем саму оверлочную строчку я для этого использую толстую иглу на большим ушком низ на юбке подгибаю на 2 сантиметра и отстрачиваю на распашивальной машине широким двухугольным швом еще раз утюжу все швы и юбочка полностью готова на пояс в районе бокового шва я пришила свою бирку название я вышила на своей новой швейной машинке и в дополнение к юбочке я шила укороченный топ как уже говорила шила его по выкройке свитшота как шить этот топ я уже не буду показывать потому что мы с вами шили уже разные свитшоты разные футболки и вы просто можете открыть плейлист где собраны все видео по пошиву свитшотов и футболок и посмотрите разные видео и уже по ним сшить такой топ а если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал а также не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео пока пока